мы новые радужные друзья распи поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд а иначе мы найдем тебя и съедим время пошло раз 2 3 4 5 ну и ребята на моем канале сирена студия вышел новый мультик как человека за окном посадили в тюрьму да ребятки в самую настоящую тюрьму для монстров интересно что же того ждет и сможет ли он оттуда сбежать не забудьте посмотреть ссылочку в описании ну судя по координатам мы вроде на месте мы вроде приплыли нужно прямо здесь нырять прямо здесь находится как-то беда звал френдлантида да 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 наконец-таки мы доплыли мы и сиди конечно тебе очень сильно доверились зеленым ты же все же наш друг как-никак он кораблик себе нашли и поплыли в такую даль у нас почти провиант весь закончился будем надеяться что здесь что-нибудь найдем да зеленый кстати синий а скажи к еще раз а где ты эту чудо карту нашел с френдлантидой а точно я же так и не рассказал ну в общем то что я вам перед этим рассказывал да то что я помог мультяшные овечки и она мне рассказала то что можно дойти очень крутых друзей которые будут для нас друзьями на век ну в общем я немножечко приврал вот ну если мягко сказать дело в том что ни у какой мультяшные овечки я не был и ничего и не помогал и еще на виде рассказывать каких-то мне тайн не секретов ничего ничего в общем я решил научиться читать и решил пойти в библиотеку и там взял какую-то сказку про какую-то атлантиду что ли вот ну и там вот и про это все рассказывалось и там были координаты и в общем мы по ним поплыли вы что меня зла не держите надеюсь что что то есть ты просто вырвал из книжки какую-то карту и мы по этой карте отправились неизвестно куда за десятки и сотни километров россии и конечно вообще нельзя так си не поступать я даже не знаю чего больше удивляться тому что настолько глупую вещь сделал или потому что врешь что читать попытался научиться наверняка даже ничего прочесть не смог оси не что же тогда делал как там теперь обратно возвращаться не по этой же твоей карте непонятной о какой кошмар что же делать что же делать ну зачем ну хоть карта там и было да и чего не понял там знаю были точно координаты вот принципе вы по ним и поплыли а читать и так и не научился хотя я кажется выучил первые буквы алфавита а б в з я пом потом идет п и к а вот точно проработать зеленый давай разворачиваем корабль и уходим отсюда во синий нас непонятно куда привел и кого мы только послушали друзья есть одно но дело в том что я посмотрел и там огромная у нас брежья вы помните да была в корабле и вода очень сильно затекала какая брешь где брешь на чем ну я имею ввиду на нижней палубе там видимо от сырости уже все проржавело прогдила и какая-то дырка образовалась и в общем там очень уже много было воды где-то наверно мне уже по пояс кто как давно когда ты заметил о кажется еще вчера это было ой кажется корабль тонет а какой кошмар синий почему-то сразу нам об этом не сказал мы бы хоть какие-нибудь меры предприняли а теперь мы можем утонуть что же делать что же делать воды я забыл я хотел покушать и отвлекся на еду ой кажется корабль реально тонет что же нам делать а нет-нет-нет-нет-нет как же быть зеленый зеленый спаси нас ты же нас обычно спасал от всяких страшных монстров может быть я твои теперь спасешь а зеленый как я тебя от воды ты спасу что же делать я сам не знаю если честно нужно быстрее думать а то корабль уже кажется реально идет на дно мы все ниже и ниже опускаемся думать тебе не свойственнее больше всех остальных так как же быть как же быть я и не знаю выхода а может быть это попробовать и туфр атлантиду а что если она существует даже другого выбора нету вокруг нас на сотни километров нигде нету никакой суши только если под обед находится этот непонятная сказка что чтобы я поверил сказку у нас нету выбора друзья придется дырять ну что я не хочу тебя первой буду а плавайте не придется я общем немножечко все таки научился читать и там судя по легенде есть целый купол и ведь этот город находится под водой под куполом. И, в общем, там есть народ и земля. Да, ныряем. Ныряем. Ну, я думаю, здесь можно будет устроить ремонт. А то реально что-то уже какое-то старенькое. Вон уже штукатурка сыпется. Можно будет стенки все эти обновить. Так, так, так. А здесь картины повесим красивые. Темный, 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 друг. Да, что такое виноград? Что случилось? Представляешь, там еще один корабль утонул. Ох, давненька не было, конечно, кораблей. Хотя, это второе уже за неделю. Видимо, нас наконец-то начали искать. Не зря же мы эти подсказки в книжках оставили. Правда, до сих пор нас никто не дошел. Уже несколько сотен лет ищут, ищут. И до сих пор не дошли. Да ладно, быстрее, пошли туда, мы там нужны. Ой, да ладно там, а? Чего я в этих кораблях-то не видел? Что тысячу лет назад плавали, что сейчас такие же практически. Особо технологии у тех, кто на поверхности сверху там, да? Особо у них не изменились эти технологии. Не мешай мне, я ремонтом занимаюсь. Там живые существа. Я сейчас даже их проверил. Эх, с помощью нашего трезубца волшебного, которого у статуи главного великого основателя, Фрэн Тлантиды, вот. И они живые, и еще мы должны их спасти. Что? Живые существа? Да, быстрее побежали. Реально живые? Быстрее, давайте. Давай, зови нашего третьего друга. Хорошо. Так, 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 где, где, где? Вы можете посмотреть, я за третьим другом побежал. О, вон, зеленый вижу, какой-то оранжевый. Так, а ну-ка. О, вон еще синий. Ух ты, реально живые существа, целых три. О, да, они реально живые. Я чую их сердцебиение. А вас тут зачем? Вы меня позвали? О, звездяк, привет. Смотри там. Ты видишь за куполом? Живые существа какие-то непонятные. Ты лучше всех плаваешь. Так что быстрее туда давай сгоняй. И спаси их, пока они не захлебнулись. Ух ты, и правда живые существа. И правда. Ну ладно. Я одной щупальцей тут, другой щупальцей там. Сейчас буду. Быстрее, быстрее. Ну, надеюсь, виноград они живы. Да. Что, он как-то это долго очухивается. Он точно живой? О, не знаю, не знаю. Но должен очухаться. Те же двое вон с себя пришли. А вдруг этот помер и больше всех дохлебался? Хотя не, подождите. Вроде пульс у него есть. Ага. Живой, живой, живой. Сейчас он воздухом подышит. И нормально с себя придет. Да, наконец-таки нас кто-то нашел. Мы столько им подсказок оставили. Они еще никак не могли нас таскать. А оказывается, они все это время считали наши подсказки всякими глупыми легендами. И сказками. Вот глупцы. И только этот синий догадался, как это сделать. Наверное, он какой-то великий мудрец. Да, он, наверное, очень умный. Наверное, у него 300 IQ или даже больше. Больше, чем у самых умных и мудрых жрецов нашей Френтлантиды. Так-то не хочется, чтобы он помер. Ведь за тысячу лет никто не смог, как и он, догадаться на истины. О, подождите. Он, кажется, просыпается. Кажется, я умер. Хе-хе-хе. Привет, друзья. А где это я? Так выглядит рай, что ли? Он что, умом, что ли, тронулся? Ну, возможно, воды же дохлебался столько. Э-э-э, какие прикольные чудики. Привет, я Сиди, радужный друг. Давайте с вами дружить. Приветствуем тебя во Френтлантиде. Э-э, что, Френтлантида? Видимо, я точно умер. Видимо, это точно сон какой-то. Потому что ее в реальности-то не существует. Э-эх, оранжевый и зеленый были правы. Зря мы поплыли и задырнули. Э-эх, надеюсь, я их теперь здесь встречу. Моих друзей зеленого и оранжевого. Синий, синий, ты очухнулся, другая? Отлично. Слушай, а ты прав оказался. Френтлантида существует. И мы сюда попали. Все это благодаря тебе. Хо-хо. О, в смысле? Да, да, да. Вы настоящие, настоящие. А оранжевый где? Оранжевый, иди сюда. Да, да, да. Иду, 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 иду. Хе-хе. О, оранжевый. Слушай, там вообще не существует. А вы кто? Вы кто такие? Мы подводные радужные друзья. Мы обитатели этой Атлантиды. Мы ее обитатели. И мы тысячелетия ждали, когда новые друзья придут к нам. Мы думали, что наши подсказки сможет отыскать каждый друг. Мы оставили инструкции и все. Но в итоге только ты смог разгадать наш секрет. И вы первые радужные друзья, которые добрались до Фрэнклантиды. Меня зовут Блэк. А это Виноград. Но это... А я, а я Слизень. Да, Слизень. А вы, я так полагаю, Сиди, Оранжевый, Зеленый. Ну все, друзья, давайте дружить. Вы первые, кто добрались до Фрэнклантиды за тысячу лет. Ну и сегодня, ребятки, мы вам показали, как мы дошли новых радужных друзей. Да, ребят, старые радужные друзья, Сиди, Зеленый, Оранжевый, нашли Фрэнклантиду. Да, ребят, это Атлантида только с радужными друзьями. И там они, ребятки, обнаружили трех вот таких вот новых радужных друзей. Это, ребятки, Виноград. Это такой вот Блэк, Черный Радужный Друг. А это такой вот какой-то Слизняк, какой-то Слизень. Вообще тоже такой прикольный радужный чудик. Ну и да, ребятки, всем огромнейший приветик. Ну а с вами снова я, Слэк Маст, и, конечно же, Дарк. И сегодня мы, ребятки, дошли новых радужных друзей в игрушке под названием Гаррис Мод. Всем хаюшки, ребята. На самом деле, ребят, уже появилось так много новых радужных друзей, да? Вы видите, ребят, просто огромнейшее количество. Где мы уже их только не доходили. У нас уже были пришельцы всякие, инопланетяне. У нас всякие были магические обряды. И всякое-всякое разное. Так что, ребятки, в этот раз мы решили найти их в Атлантиде. Да, ребят, в подводном, каком-то, старом, заброшенном, секретном мире. И там, ребят, оказались вот эти вот наши радужные друзья. Ну а если вы, ребятки, хотите больше роликов про новых радужных друзей, а еще также, ребята, у нас есть еще более новые радужные друзья. Вот этот вот, вот этот вот и вот этот вот. Но про них, ребят, конечно же, будет отдельная серия. Если, ребятки, хотите больше роликов про новых радужных друзей, то, ребят, давайте доберем на этой серии 10 тысяч лайков. И тогда мы, друзьяшки, ещё много всего крутого запишем с радужными друзьями. Вообще, да, ребятки, вот такая прикольная история, как мы сегодня их нашли. Ну, а теперь давайте мы их испытаем. Посмотрим, на что они способны, какие у них там способности, атаки и так далее. И, ребятки, посмотрим на них в деле. Погнали. Ну, и, ребятки, вот такой вот первый новый радужный друг. Какой-то такой реально, ребятки, слезняк, да, какой-то слизень с рожками, зубами. И, кажется, он даже, смотрите, ребят, левитирует. А, он, наверное, плавает, ребят, потому что под водой, точно, точно. Хотя, подождите, мы же под куполом, а, по идее, под куполом обычная земля. Воздух, земля и воды нету. Ну, ладно. Ну, что, ребятки, давайте посмотрим в деле нашего нового радужного друга. Против нас такие мультяшки, мультяшные коты. Раз, два, три. А ну-ка, идите сюда. Так, а ну-ка, ребята. Ну, по-моему, особо каких-то способностей у него, ребят, нету. Ага. Самый такой обычный радужный друг, я понял. Кстати, ребят, чёрный, да, блэк, радужный друг, очень похож на синий, вы сами это видели. Он, ребята, очень-очень похож. Сейчас мы, ребят, за него поиграем и обязательно его сравним, конечно же, с синим радужным другом. О, смотрите. А, ребят, в смысле, мы их убили прям? Серьёзно? Они прям... О, они, смотрите, ребят, прям растворились эти мультяшки, капец. Так. На, минус. Теперь, ребята, этих давайте. Так, так, так. На, получай. На. Так, и, ребятки, последний мультяшный котик. На, давай. Свои щупальцы и своим хвостом бей его. Короче, да, ребятки, вот такой вот прикольный радужный новый друг. Правда, по-моему, у него, ребят, особой каких-то способностей-то и нету. Ну, ладно, в принципе. Теперь давайте за другого поиграем. Ну, что, ребятки, следующий вот такой вот новый радужный друг. Он, кстати, друзья, реально похож на синий радужного друга. Вот давайте даже, ребят, сравним. Только он, конечно, ребят, намного меньше, намного худее, чем синий радужный друг. Так вот, да, ребят, худой, чёрный радужный друг. Возможно, это, ребят, какой-то далёкий родственник, да, или какой-то там десятиюродный брат нашего сиднего радужного друга. Они реально, ребят, похожи, видите, да? По голове, по слюне, по глазу и так далее. Ну, что, ребят, давайте посмотрим на него в деле. Перед нами вот такие вот хагиваги. Давайте, ребят, посмотрим, что мы сможем с ним сделать. Так, на, получай, хагиваги, на. На. Нормально, ребят, дерётся вроде. Ага. Ну, хотя, ребят, знаете, эти новые радужные друзья, по-моему, особо какими-то суперспособностями не обладают. Да, они просто дерутся и, в принципе, больше ничего, по-моему, и не умеют. Но мы, конечно же, друзья, обязательно этих новых радужных друзей и те, которые, вот, ребят, будут в следующей серии, мы их, друзьяшки, ещё обязательно испытаем во всяких экспериментах. Всякие, ребят, с ними разные эксперименты проведём. Прыжки в длину, ступейки лестицы, прыжки через лаву и так далее, так далее, так далее. Даже, конечно же, думаю, забеги до скорости. Мне кажется, ребят, какие-то новые радужные друзья больше подходят для всяких экспериментов, чем для каких-то битв. Ну, во-первых, они, ребят, лесов большие по размерам, чтобы драться, да? Соответственно, вряд ли лесов сильные. Ну, во-вторых, они, конечно, даже как-то прям внушительно не выглядят. Всё, ребятки, хагиваги мы перебили, и теперь, друзьяшки, остаётся последний радужный друг. Конечно же, из новых. Это, ребята, вот такой вот виноград. Кстати, ребят, самый большой, видимо, самый сильный. Среди всех этих новых радужных друзей. Да, кстати, ребят, он называется Грейп, или же Виноград. Это, ребят, переводится с английского. Это реально какой-то виноградоподобный какой-то, виноградообразный, радужный друг. Дарк, смотри, он реально какой-то виноград, да, напоминает? Да, какие-то гроздья, или это, знаешь, много голов в одну слились, или реально виноградная гроздь, ну, в общем, непонятно. Ну, ребятки, среди этих всех новых самый большой, вроде как самый сильный. Смотрите, такой реально злой, такой здоровый. Давайте его, друзья, испытаем. Ну, и кто, ребят, может быть под водой у нас? Лягушки, да. Риббеты, лягушки Тревора Хендерсона. Кстати, они какие-то маленькие. На, на, получай. О, смотрите. Я только что сказал, что большой. Смотри, хватаю и пожираю. Ням-ням-ням. Лягушечки, полезайте ко мне в ротик. Отлично, отлично. Подожди, или он их оглушает? Непонятно. Не, вроде пожирает. Да, ребят, хватает и съедает. Окей. Так, а ну иди сюда. Хорошо, ребята. Вообще, да, вот такие вот прикольные, ребят, новые радужные друзья у нас сегодня в этом выпуске. Мы их еще, ребят, обязательно испытаем в всяких экспериментах. Можно даже будет, ребят, узнать, какой самый сильный новый радужный друг среди всех новых, да. Ну, конечно же, мы, ребят, такой эксперимент еще проведем. Но только когда, ребятки, мы уже покажем еще одних новых радужных друзей. Еще, ребят, дадут троицу новых Рэнбо Фрэнсов. Ну, и мы, ребятки, ребятов забили. Вот, ребят, да, новые радужные друзья. Спойлер вам, ребят, для нового ролика. Для будущего ролика, да. И вот такие вот, ребятки, были прикольные новые радужные друзья. Виноград. Блэк. И вот такой какой-то Пич. Какой такой, ребят, слезняк. Такие, да, ребят, прикольные. Сегодня были новые радужные друзья. Не забудьте, ребятки, подписаться на канал и поставить лайк. Вот такой сегодня мы, ребята, обалденный ролик специально для вас записали. С новыми радужными друзьями. Ну а с вами, как обычно, был Ильяс Лайкмаст И, конечно же, Дарк Пишите, ребятки, в комментариях, какой новый радужный друг Больше всего вам понравился Кстати, Дарк, какой тебе больше всего понравился? Мне виноград А мне чёрный, ты просто посмотри на него Да, такой забавный Прикольный А мне виноград такой здоровый, сильный Ну и чё, ребят, мы их ещё обязательно испытаем Мы с вами, ребят, на этом прощаемся Всем, ребятки, спасибо за просмотр Ещё раз повторюсь, с вами был Ильяс Лайкмаст И, конечно же, Дарк Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Всё, ребятки, всем удачи, пока-пока Всего хорошего, друзьяшки